Итак, что сейчас происходит? Я нахожусь на реке Ингул в Украине, в районе села Пересадовка. Доехал я сюда на маршрутке. 127 маршрутка ходит от Баштанского, от остановки Баштанская. С лодкой. Купил лодку недавно. У меня была до этого Аквастар, по-моему, как-то так она называлась. Я ее продал еще пару лет назад. И сейчас решил возместить эту недостачу. Купил одноместную Барк 2.10. И вот таким вот способом на тележке, на маршрутке ее доставил. Нормально все, даже водитель не имел ничего против. Я заплатил за двоих, так как понимаю, что габариты достаточно большие. Ну и все, рюкзак со снастями, с приманками, тубус со спиннингом. По снастям у меня, как всегда, сегодня Х1. Буду ловить на Х1 до 21 грамма. Погода сегодня такая пасмурная. Градусов 6-7, не больше. Вот уже какие-то мужички сидят, ловят местные рыболовы. Я думаю, сейчас накачаюсь, закину ее туда ближе к воде и по лодке пройду, чтобы там в болото не вставать. Сапог я с собой не взял, вот так, в кроссовках. Ну и залезу, короче, думаю, нормально все будет. Также сегодня в моей рыбалке будет присутствовать эхолот, отдолженный у отца. Мне интересно просто посмотреть вот эти русловые аномалии, потому что так я знаю береговую линию более-менее хорошо. С берега я сюда ездил много раз ловить и видео на канале есть о рыбалке в Пересадовке. Ссылку я оставлю где-то там в правом углу, например, сейчас. Хорошая получилась рыбалка. Ну вот, а сегодня с лодкой отправляюсь отсюда и иду, если, конечно, успею по времени, потому что сейчас уже 11 часов, а световой день где-то часов до 4, это в лучшем случае надо уже причалить куда-то и складывать вещи. То есть 5 часов рыбалки и хода по течению. Поэтому я хочу дойти по реке до Калиновки и там сложиться и уже сесть на маршрутку в сторону Николаева. Не знаю, получится у меня сегодня это или нет, но вот идея есть такая. Я хочу снять 3 или 4 видео о том, как я поэтапно сплавляюсь по Ингулу. Конечно, все это будет в разное время, в разные дни, но в целом картина будет достаточно цельная. То есть вся река будет показана от Пересадовки, от Пересадовского моста. Вот он мост и вот отсюда я буду сегодня отправляться. Так что сейчас я накачаю малое судно. Наверное, будете смотреть на это все в ускоренном процессе. Вот. И на воду. Сейчас 10.56 и начинаю разбирать лодку. Посмотрим, сколько заедет. В общем, начал я в 56 минут. Сейчас 11.14. То есть 18 минут у меня ушло на сборку лодки. Включая комментарии. 18 минут. То есть я думаю, если не снимать это все, не подстраивать камеру, не думать о том, что говорить, то время бы сократилось где-то до 15 минут. Может даже до 12 минут. Но это очень быстро, я считаю. Да, неудобно, конечно, возить в транспорте. Но если не обращать внимание на то, что это как бы дико немного выглядит, то все четко реально. Можно сесть в маршрутку, доехать до реки и в комфорте ловить рыбу. Все, я сейчас собираю спиннинг. Этого я показывать не буду. Кидаю свою лодку на воду и выдвигаюсь в путь. Вот, пока складывалась снасть, у меня уже немножко оттянуло от моста. И сейчас я нахожусь в такой протоке, окруженной камышами. Здесь у нас 2,7 метра. Боже, как же классно все-таки иметь датчик на борту, который показывает тебе глубину, рельеф. Это Hook 3X Lawrence. Ну, как бы один из самых примитивных эхолотов на данный момент на рынке. Именно фирменный, хороший. Который позволяет увидеть глубину, температуру воды. Вот сейчас у нас 9,4. И рельеф. То есть он показывает, когда начинается глубина уменьшаться. Вот сейчас меня тянет к камышу. Меняется картинка, потому что высота уже рельефа становится высокой. И вот я вижу, сейчас меня несет к берегу конкретно. Я вижу, как эта бровка выглядит. Вот она, видите как? Здесь на этой бровке может стоять щука. Вот рыба стоит какая-то. Вот так я замонтировал это все. Смешно выглядит, конечно. Ракетка, деревянный кубик и струбцина зажата. Ну и там вот внизу датчик. Сейчас я его немножко выше подниму, чтобы не цеплять за траву. И за какие-то препятствия, которые у меня возникнут на пути. Времени 11.49. Долго я все настраивал. И у меня есть 4,5 часа времени до точки B, которой я и буду двигаться. Буду смотреть по карте. И уже тогда отталкиваться от того, что я там увижу. Появился в моем арсенале новый воблерок. Это подарок. Такой бы я себе, конечно, не купил. Это воблер от компании Zip Baits. Называется он Крамшин, наверное, как-то так. 70 миллиметров суспендер. Вот такой вот карасик. На него уже было поймано 2 щуки на южном буге. Эту рыбалку я не снимал. Но рыбалка, кстати, была так себе. Рыбы очень было немного. Она была неактивная. Но он сработал. Игра у него достаточно интересная. Вот на равномерке он достаточно широко виляет телом. А на рывочках тоже достаточно подвижно, активно. Из стороны в сторону вот так вот уходит. Делает такие галсы. Ну, в общем, классно. Можно его использовать просто как угодно. Сейчас зашел на мель. Ну и тут как бы щучка, по моему опыту, присутствовала всегда в этой мелкой зоне. Вот здесь когда-то был хороший мостик, на который можно было зайти и ловить с него рыбу. Сейчас вот осталась только дощечка и ряд вот этих деревянных опор. Вот там дальше тоже сделали мостик. Раньше его, по-моему, не было. И пляж там сделали. Какие-то стоят шатры, типа палатки там для гуляний. Ну, в общем, люди стараются как-то облагораживать свою природу, свои вот эти вот приусадебные участки реки. Ну, это хорошо, это правильно. Так вот, первая точка. Вот так я привязываюсь к кустам травы. Ну и нормально, в принципе, держит. Якорь с собой возить, я считаю, нет смысла никакого. Есть! Ах, вот первая рыбка догнала. Маленькая щучка. Вот она такая. Ах ты крошка, блин. Еще и так глубоко заживала. Без инструмента не обойтись. Вот она, первая щучка на вот этот зипбейс. Как он там называется? Накамшин. Малюсенькая. Ладно, быстро сейчас отцепляю ее. Все, беги, малышка, беги. Ой, какая шустрая. Ну все. Начало положено. Первая щучка. Это радостно всегда. А ну-ка, сейчас поставлю силикон. И это же место попробую силиконом обработать. Если будут поклевки, значит, надо будет работать и тем, и тем. По силикону у меня копия из Шайнера собственного производства. В черно-белом цвете. Ну даже это не черный, это Кока-Кола цвет такой с синими блестками. Он уже покусан, как вы можете заметить. Я его хочу добить сейчас. Ну и думаю, что и цвет здесь, и форма щуке понравится. Я всегда тут более успешно ловил на Тиогу. Но Тиога зачем мне нужна, если у меня есть свои приманки? Блин, как будто был ударчик. Показалось. Да. Был удар. Все. Силикон свой отработал. Сейчас ставлю другой. Не пробую ее доловить. Был ударчик. Поставил сейчас в таком цвете, с откушенной передней частью. Я думаю, ее устроит такой вариант. Главное, чтобы она клюнула еще раз. Блин, по-моему, был ударчик. Наверное, мелкая. Да, был удар опять. Ах ты. Есть. Выскочила. Ах, красава. Да, воблер, конечно, сейчас сработал гораздо лучше, чем силикон. Силикон цеплял постоянно траву, а воблерок спровоцировал вот эту вот малышку. Маленькая щучка, конечно, но какая есть. Цело невредимо. Ну и давай. О, очень шустрая щучка. Эти мелкие, они вообще такие скоростные. Есть. Ах, выскочила щучка. Блин, и сошла. Я только что шел, короче, и увидел просто вот коридор чистой воды и решил забросить по ходу. Есть. Маленькая. Ах ты. Выскочила. Вон, малек вообще. Все, сошла. Не пришлось ее отпускать. Прям в траве сидела. Вот сейчас вижу отчетливо дно и оно все усеяно. Мидия. Есть, щучка, есть. Вышла. Такая же мелкая, блин. Да что ж такое вы все-таки мелкие. Давай, беги. Есть, есть еще одна рыбка. Ах, маленькая щучка. Блин. Все, короче, одного года, походу. Иди эти. Хорошо, отцепляйся сама или нет? Давай, гуляй. Сейчас хорошо видно, сколько я прошел по реке. Вот получается мост пересадовский. И от моста я отошел буквально ну, километр может быть. А до Калиновки мне еще идти вот где-то километра от, наверное, три или четыре. Вот Калиновка. Ну, то есть, раз в пять или в шесть надо пройти расстояние больше, чем я уже прошел. Конечно, я очень часто останавливаюсь, пытаюсь словить рыбу. Короче, я сомневаюсь, успею я туда доплыть до темноты или нет. И что теперь делать? Короче, или плыть постоянно, или же рыбачить, но вернуться назад. Не хотелось мне, если честно, возвращаться назад. Хотелось дойти до Калиновки и там уже спокойно себе спаковаться и сесть на маршрутку. Я думаю, что я все-таки рискну и пойду. Хочу пройти хоть какое-то расстояние, посмотрю, с какой скоростью я смогу перемещаться. Но если все будет нормально, то еще половлю рыбу. Вода уже стала гораздо приятнее, чище. Я имею в виду без травы. Глубина 2,6 метра. Проплываем каких-то рыбок. В общем, я стараюсь, плыву пока. Находясь в движении, переходя с места на место, сейчас я четко вижу недостаток этой лодки. С одной стороны, конечно, это не недостаток, потому что размер ее 2,10 и тут уже как бы ничего не выдумаешь, скорее всего. Единственное, что можно было бы немного уключены расположить дальше вот здесь. Мне кажется, тогда меньше бы вот эти ручки ударялись о колени. Они, конечно, не ударяются, я тут нашел такую позицию, в которой более или менее можно ходить. но в целом, вот если впереди меня вот этих вещей бы не было, я мог бы ноги дальше вытянуть и, наверное, было бы удобнее. А так приходится изловчаться. Не, крупной не было. Там времени мало, я хочу, думаю, может успею до Калиновки дойти. Я знаю, что поворот, но до темна. Я тут не ловил, я же говорю, я в траве там посидел, покидал, короче, там, ну там есть щука. Может, есть и побольше, не знаю, но как бы мелко и много. сейчас иду вдоль стены камыша и тяну за собой крэкджек в 78-м размере. Он заглубляется где-то так метр, метр двадцать, короче, полтора метра, я думаю, максимум его. Хотя, навряд ли даже. Глубина подо мной два метра. Вот глубина. И иду себе потихоньку. в надежде на то, что какая-то активная рыба атакует его, этот воблерок. Надеюсь, что успею до темна. В общем, решил я меньше ловить, но больше идти. Потому что хочется мне все-таки взглянуть на речку, как она выглядит, где какие места тут есть, освежить в памяти все вот эти лабиринты, которые когда-то я знал которыми когда-то я ходил уже. Лодка в принципе мне нравится. Она свои функции выполняет. Легкая, маневренная. Сейчас я приноровился уже сидеть таким образом, чтобы весла не ударялись о колене. Иду периодически поглядываю на карту, сколько я прошел. Хочется, конечно, успеть. Не хочется оказаться в темноте еще на грани последней маршрутки, потому что последняя там где-то в пол седьмого отходит, сейчас пол четвертого. То есть три часа у меня в запасе есть по большому счету. Если я там даже приду, когда уже будет совсем темно, но ничего страшного, буду как-то там сворачиваться, спакуюсь. Я уже там места как бы знаю, поэтому мне будет проще. Так, были мы здесь и стали мы здесь. Значит, что, потихонечку идем. Сколько это? Раз, два, три. Ну, где-то одну третью. Короче, грубо говоря, одна четвертая, но чуть-чуть на самом деле больше. Уже пройдено расстояние. Это я где-то сколько? Полчаса? Где-то за полчаса, может, минут за сорок. Ладно, рискнем. Иду, короче, до Калиновки. Вот. И там, если останется какое-то время, попробую покидать еще. Если нет, то уже спакую все свои снасти, лодку и поеду домой. В любом случае, я хочу проловить участок достаточно длинный. Калиновка, потом Зайчевская, Воскресенская, Каларовка, Погорелого. Вот это мне хочется все обловить. Последний мой этап это будет Аляуды. Я выхожу на Аляуды и тут я недалеко живу и пешочком иду домой. Вот такую вот осеннюю экспедицию я запланировал. Надеюсь, что все получится. Если погода позволит, я осуществлю этот план. А вы, зрители, подписывайтесь на канал и следите за тем, что будет дальше. Короче, стремно. Могу не успеть. Мало я прошел. Говоря, половина маршрута, сейчас 4 часа. Блин, если бы я за полчаса дошел, было бы, конечно, круто, но сомневаюсь, за полчаса дойду. Только что выматывал шнур, просто быстро тянул и, короче, был выход щуки. Сейчас попробую доловить ее на камеру. Но не хочет что-то она. Ладно, я ускоряюсь, потому что времени в обрез. Скоро будет темно, а мне еще идти и идти. В общем, что, ситуация достаточно плачевная. Уже темно практически. время 4.36 и мне еще идти добрых наверное минут 50 или даже час. Соответственно, по темному я буду складываться, по темному я буду идти. Дай бог успеть на маршрутку последнюю. Ну, в целом, я доволен. Это приключение всегда интересно. просто еще плыть и плыть еще плыть целый час. Вот что значит переоценить свои силы. Кромешная тьма практически уже полностью стемнела. Единственное, что видно, это экран нахолота и телефон. ничего, я плыву сейчас вот так вот мне еще изгиб сделать. Ну, и вот где-то здесь в принципе точка Б. А прошел я вот так вот. Одна третья мне осталась где-то. А с другой стороны посмотрите как красиво. Вам, конечно, ничего не видно. Но сейчас тихо, спокойно, тепло. Немножко усугубляет, конечно, то, что я опаздываю, но когда, как не сейчас наслаждаться такими моментами. Сейчас посмотрим, сколько за 10 минут я прохожу. Вот точка серая там, где я был. Да, ну и вот. Охренеть. Это я за час пройду, короче, вот сюда только. И еще час идти. Часа два еще идти, наверное. Не меньше. Ох, надеюсь, я ошибаюсь. Смотрим, куда я доплыл. Ну, близко. Уже близко я подплываю, походу, да. потому что вон видно машина. Не знаю, если на камеру будет видно. Машина едет как раз по тем дорогам, которые я уже знаю. Ну вот, нежданно-негаданно я добрался до места. Сейчас время 17.57. Последний автобус через полчаса. Я должен успеть сейчас все сложить и быстро забежать на горку и сесть на автобус. Но я еще стою на воде и не вижу, короче, куда мне причалить. Слабо верится, но я на месте. Вот калиновские вот эти бревнышки, которые тут лежали всегда. Вот сюда я дошел. Осталось у меня 26 минут для того, чтобы сложиться и прийти на остановку. Это в лучшем случае, если он придет, конечно, этот маршрутчик. Посмотрим. Ладно, быстро складываюсь. Все вроде в порядке. надо только оперативно сложиться и все будет хорошо, я думаю. Ну все, собрано моя хуйня. 4 минуты мне осталось, я не успеваю походу уже. Даже не хочу бежать. Все, сегодняшний короче кусок повести закончен о рыбалке. В следующий раз я думаю, что получится более удачно. Я уже знаю, в чем ошибки мои. До скорых встреч!